Днём города Саянска Жаркая погода, отличное настроение и эффектные выступления творческих коллективов. 15 августа Саянск отметил День города. Самому молодому городу области исполнилось 44 года. Праздничная программа для саянцев была организована на торговой площади и началась с двух часов дня. Для малышей работали карусели и батуты. Также работала ярмарка народных ремесел под названием «Саянский арбат». Гости из Тулунского района привезли прекрасные работы из бересты и лозы. Саянские мастера демонстрировали работы из дерева, атласных лент и других материалов. Любители цветов могли посетить выставку комнатных и садовых растений. Библиотека провела акцию для читателей «Книга на вес». Любой желающий мог в этот день получить совершенно бесплатно любую книгу из представленных на площади. Требовалось всего лишь положить её в авоську, взвесить на старинном безмэне и записать свой результат на стенде. В 7 часов вечера стартовала развлекательная программа. Началось у нас выступление студии современного танца «Квартал Дэнс». Я не знаю, где ещё на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и остаюсь навсегда. Затем тепло поздравил жителей с праздником мэр Михаил Щеглов, рассказав о достижениях и перспективах развития нашего города. Мы построили стадион, мы реконструировали два детских сада. У нас буквально на днях начнёт действовать наш светофор. У нас есть фонтаны, зона отдыха. Можно и дальше перечислять, что сделано. Город живёт, работает промышленность, развивается малый бизнес. Огромное вам спасибо за ваш труд, за вашу любовь к городу. Я желаю вам сегодня и сейчас веры в завтрашний день. Я благодарю вас за поддержку и понимание, за любовь к городу, за ваш труд. Я желаю вам хорошего настроения, счастья, благополучия вам и вашим семьям. С праздником, с Днём города, дорогие стоянцы! Также состоялось торжественное награждение участников Афганской войны юбилейными медалями в связи с 25-летием в этом году вывода войск из Афганистана, а почётными грамотами мэра наградили передовиков производства ОАО «Сайенс Химпласт». Почётной грамотой мэра города Саяцска наградить Дудник Валентину Фёдоровну, инженера-технолога Центра лабораторного контроля Открытого акционерного общества «Сайенс Химпласт». Наградить почётной грамотой Кравченко Николая Феокистовича, аппаратчика производства хлора и каустической соды Открытого акционерного общества «Сайенс Химпласт». Затем порадовал гостей праздника своим выступлением народный вокальный ансамбль «Созвучие». После выступления «Созвучие» состоялось одно из самых интересных событий праздника – грандиозный парад маленьких велосипедистов. Яркие костюмы мальчишек и девчонок пестрели разнообразием. Тут можно было видеть космонавтов, байкершу, полицейского, мушкетера, моряка и Машеньку. Дорогие саянцы, подарите аплодисменты нашим детям и, конечно же, родителям, которые старались, чтобы их детки поучаствовали в этом празднике. После вручения подарков маленьким смелым велосипедистам настал черед наградить победителей фестиваля цветов. В номинации «Лучшая букетная композиция» диплом вручается Светлане Васильевне Полесье. Поздравляем наших победителей! Праздником, любимый город! И вновь торжественная программа прерывается выступлениями творческих коллективов. В этот раз зрителей радовало выступление ансамбля «Казачий стан» в сопровождении студии танца «Квартал Дэнс» и всадников Саянского конного клуба. У меня милая есть, как по улице пролезть. Кошади рукаются, казаки рукаются. Очень красивым и эффектным стало выступление школы спортивной аэробики «Грация». Девочки в ярких костюмах в очередной раз доказали, что не зря Саянск считается самым спортивным городом области. Спортивная тематика «Дня города» затем была продолжена веселой эстафетой «Мама, папа, я – спортивная семья», в которой приняли участие семьи Матвиенко, Капустиных и Красуцких. Папы, мамы и их дети играли в баскетбол, хоккей с воздушным шаром, пробирались сквозь болота. На старт, внимание, начали! Давайте поддержим наших участников своими бурными аплодисментами. И, как видно, лидирует команда Капустины. Затем состоялось награждение игроков в ботче. Ими оказались люди с ограниченными возможностями из общества инвалидов-колясочников «Шанс». Кстати, ботче – это древнейшая игра с мячом, родноначальник таких игр, как боулинг. Победители игры в ботче стали Алексей Быргин и Александр Малашевич. Давайте поаплодируем! Затем спортивный блок программы «Дня города» был окончен. И настало время переходить к блоку семейному. Ежегодно в Саянске создается все больше и больше ячеек общества. Институт брака развивается и весьма успешно. Организаторы праздника приглашали на сцену тех, кто только-только стал жить вместе со своей второй половинкой. И тех, у кого за плечами большой стаж семейной жизни. А затем награждали победителей городского конкурса «Почетная семья города Саянска». Диплом за первое место в номинации «Многодетная семья городского конкурса «Почетная семья города Саянска» 2014 года вручается семье Бандео Анны Николаевны и Дмитрия Михайловича. Они становятся участниками областного конкурса. Аплодисменты этой семье. Искупитесь на аплодисменты, пожалуйста. Анна Николаевна работает у нас в Восток-центре. Глава семьи работает машинистом компрессорных установок. Но в семье, как видите, трое замечательных девчонок, красавиц, умниц. И надеемся, что они будут самыми счастливыми. Продолжая семейный блок праздника, ансамбль «Ручеек» вводил хоровод любви и вместе с молодоженами, танцуя, запустил в небо большое красное сердце из воздушных шаров. МЧС города устроили для ребятик. Дни настоящую пенную вечеринку и водяной фонтан. Затем, вызвав восторг зрителей, проехали круг почета на своих железных конях байкеры вместе с фаершиками коллектива «Агни». Кстати, байкеры присутствовали не только саянские. Были гости из зимы Тулуна и Братска. Далее состоялось одно из выступлений вокального ансамбля «Экспромт», «Хорошо известного саянцам». Для молодых влюбленных пар ведущие праздника придумали романтический конкурс «Лучшее признание в любви». Выиграли его Александр и Алена. Призом стал ужин под звездами на крыше. Настало время выхода на сцену рок-звезд Саянска. Зажигала для зрителей рок-группа «Парадизель». Не говори, что вся игра, что все закончилось вчера, Только невозможно осознать. Не говори, что ты не ушла, что слишком ветреной была, Так не для себя существовать. Поражающим и неожиданным подарком для жителей города Стало выступление циркового коллектива «Романтики» из города Усолье-Сибирское. Акробаты и гимнасты вызвали бурю аплодисментов детворы. Акробаты и гимнасты Заставила ахнуть всех. Игорь Негода't Затем состоялось выступление ассамбля «Каравай», а когда на улице полностью стемнело, настало время пламенного волшебства. Его подарили зрителям вайерщики-агни. По традиции праздник завершил красочный фейерверк. Надо отметить, что день города получился зрелищным, масштабным и приятно запоминающимся. С днем рождения, Саянск!